Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу о играх, которые по моему мнению заслуживают переиздания. Да, я не сильно люблю переиздания, особенно когда переиздают одну игру два раза, но по некоторым играм я реально соскучился и с удовольствием приобрел бы их второй раз. Также говоря о переиздании, я имею ввиду реальное, нормальное, некстгеновское переиздание игры, по типу Resident Evil 2, а не просто растянутые текстуры по 1080p. Такие игры я вообще не читаю за переизданием и на мой взгляд это просто легкий способ продать старую игру еще раз. Первой игрой, а точнее серией игры в моем списке становится Dead to Ride. Игра про копа, который мега брутально мочит всех подряд. Первую часть я играл на PS2 и она мне понравилась с первого взгляда. Неплохая графика для того времени, прикольная боевая система, а также очень крутое и пафосное замедление времени. Играя в эту игру ты чувствуешь себя будто ты герой из крутого боевика. Множество перестрелов, драки, пафосные боссы. Особенно в последней части она получилась крайне жестокой и крайне пафосной. Просто взгляните на добивание. Таких игр, к сожалению, стало намного меньше и лично я хотел бы увидеть переиздание этой серии. В моем списке не мог не оказаться Принц Персии. На мой взгляд, это одна из легендарных серий игр, которую стоило бы переиздать. А говоря о Принце Персии, я имею ввиду первые три части. Так как последние части серии немного отличались и, по моему мнению, получились не такими крутыми, как первые три. Эффектная боевая система, отличный сюжет, классная атмосфера, а также множество паркура. За это мы и полюбили эту серию игр. Также в этой серии была клевая задумка со временем. При помощи специального кинжала и песков времени можно было отматывать время назад. Эта фича нравилась абсолютно всем, так как если вы вдруг ошиблись, упали, получили большой урон, то при помощи песков вы можете исправить свою ошибку, отматав назад на определенное время. Это было очень клево, оригинально и прикольно. Да, взамен Принцу пришли ассасины, но это далеко не то. Не знаю, как вы, но по Принцу Персии я реально скучаю и хотел бы увидеть его на Next Genie. И еще одной игрой, которая, по моему мнению, заслуживает пересдание, становится Getting Up. Игра про крутого рейтера, который бомбил стены шедеврами и воевал с полицией. На мою детскую память это одна из крутейших игр. Даже помню, что именно после этой игры мы также начали бомбить гаражи и стены. Только потом мы поняли, что за это можно реально получить пизды от владельца гаража, а также баллончик стоил до хера. Ну, в общем, мы это забросили. Но эта игра осталась навсегда в наших сердцах. Ключевой фишкой игры являлось рисование граффити. Граффити рисовать было легко. Всего лишь нужно было водить камеры по полупрозрачному контуру. Но это доставляло реально удовольствие. Прям вот пш-пш-пш, очень клевое. Ты мог выбрать, какое граффити сделать. Было разнообразие в размерах и было действительно все круто и интересно. Кроме рисования, нужно было драться, бегать, а также преодолевать препятствия. Надеюсь, что когда-нибудь разрабы все же сделают что-то подобное или сделают переиздание этой игры. Так как игра, ну, реально наикрутейшая в своем жанре. На этом мой список кончается. Это был мой список игр, который нуждается в переиздании. Если, по вашему мнению, в моем списке не хватает какой-то игры, то обязательно напишите ее название в комментариях. И на сегодня у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok